Ну вот, видите, мне дают такую тему, доказанные методы продления жизни на сегодняшний день. Ну, трудно, видите, Игорь сказал вам, доказать на человеке продление жизни. Видите, тема практически невозможная. Поэтому, значит, как-то начнем тогда разговор немножко о старении. Я буду клоняться, от тем там вилять, что-то вам лапшу на уши навешать, да? Вот, ну давайте, значит, дальше туда пойдем, да? Ну вот, когда говорят о продолжительной жизни в России, была в 1897 году, по переписи, 32 года, это было в школьных учебниках. Откуда берется эта цифра? Давайте следующую покажем. Дело в том, что, конечно, есть вот просто такие азы геронтологии, есть три кривых выживания. Первое. Когда огиба идет в раннем возрасте. Вот желуди, тысячу семян раскидали, рыбы, миллионы иглинок раскидали, а вырастает один дуб, одна рыба. Понятно, да? Это высокая детская смертность. Второй тип. Смертность, независимая от возраста. Это маленькие птичьи, мыши, они погибают не от того, а не от старости, а от того, что, вот, как вы говорили, здесь математическое ожидание для них очень низкое. Но я могу сказать, зяблик живет в природе полтора года, а в зоопарке 29 лет. То есть на него никто не нападает. Понятно? Это вот этот тип. Второй. И первый тип, здесь обозначен, мы назовем по-третьему, это гибель от старости. Человек живет, живет, наступает какой-то срок и начинает все обваливаться. Так, давайте покажем наш следующий слайд. И вот смотрите. Раньше были кривые годы Англии, 17-й век. До 10 лет выживал один из пяти детей. Понятно? Потому что семья имела 10 детей, но двое как-то обеспечивали. То есть высокая детская смертность. Вот эта смертность, она характерна для многих стран. Вот Мигер, Индия, видите, вот эта смертность, независимая от чего? От возраста, да? И вот уже в современную жизнь идет ректангализация кривых. Кривые выпрямляются, детское исчезло. Эта смертность резко уменьшилась. Независимая от возраста и кривые приобретают вот такой характер, когда смертность наступает от старения. Ну и, конечно, ученые экстраполепли, а в какую точку они попадают? Пока это точка 110-120 лет. Вот предел, если мы уберем все факторы, да? Такие, независимые от возраста. Ну, следующий слайд. Ну, вот видите, 122 года, это Жанна Кальман. И вот наблюдаемая динамика смертности. Игорь ее уже показывал. 12-13 лет смертность минимальная. Но это, знаешь, чем совпадает, да? С точкой, когда иммунная система максимально развита. Иммунная система, вот гламбы детей, да? После 15 лет начинает уменьшаться. И вот точка максимального развития иммунной системы совпадает с точкой минимальной смертности. Ну, увеличение предлагаемой продолжительности жизни. Игорь об этом говорил. Сердечно-сосудистые заболевания, если бы мы удалили их, они бы нам дали 14 лет жизни. В среднем по популяции. Опухоли, ну, 3 года, как он говорил. А остальные, ну, менее года там, да, несчастных случаев. Поэтому, конечно, основное это сердечно-сосудистые заболевания, о чем всегда говорят врачи. Человек молод, насколько молоды его сосуды. Дальше пойдем. И вот, вы знаете, я всегда очень ценю, значит, это американские геронтологи, бывшие, естественно, наши геронтологи, Леонид и Наташи Гавриловы. Вот, которые, значит, вели такое понятие биологической продолжительности жизни. Вот, если мы уберем детскую смертность, уберем смертность по причинам, не зависящим от возраста, то возникает такая биологическая продолжительность жизни, о которой, собственно, и надо говорить, да. Мы не можем предстоять ни терроризмом, ни катастрофам, это уже другое, да. Это геронтологи отношения. И вот, в своей книге они пишут, что генетический фактор дает вклад не очень большой, 10%. Конечно, грубые патологии, вот, говорили о том, что вот рак груди, да, есть там, да, есть такие, но таких патологий немного. Я люблю приводить один пример. У нас в крови есть белок альбумин. Его столько же, сколько гемоглобина. Но если у человека альбумин падает на процент в 20-30, он умирает в реанимации, мы это хорошо знаем. Но есть люди, найденные на земном шаре, у которых, в принципе, нету альбумина. И они не знали об этом, и нет никаких симптомов. О чем это говорит? О том, что, да, генетика может быть у каждого несовершенна. Вот мы говорим, давайте проверим сейчас, мы будем кто-то там пить, ну, 30 тысяч генов у вас, ребят, ну, 23 там тысячи спорят, да? По одним у вас плюсы, по другим минусы. Я не верю, чтобы у вас везде были минусы или плюсы. И вот организм в период своего развития так строит свою индивидуальную метаболическую конфигурацию, индивидуальный обмен веществ, что минусы он компенсирует какими-то другими. Понятно? У каждого есть ахиллесовая ветка, но это компенсируется. Поэтому они пишут, что с возрастом вклад генетических факторов уменьшает. У детей не играет большую роль, у взрослых меньше, потому что организм уже перестроился под свои минусы. Фактор среды. Но они его оценивают в 40%. Вот это вот то, что социально зависимая компонента смертности. Мы можем, да. Мы же на короткий вопрос передущим пунктом. А если вот в зрелом возрасте делать анализ крови, он уже будет изменённый? Нет, нет, нет. Я вам отвечу на этот вопрос, знаете, этот вопрос вы поднимаете о генетике и эпигенетике. Я вам скажу, вот, когда даёт речь про эпигенетику, я скажу. Понимаете, у вас гены могут быть одни, но важно не то, какие у вас гены, да, а какие функционируют. Важно не то, какие книги у вас в библиотеке, а какие вы читаете дома, да, понятно? А это может измениться. Вот у меня там журнальчик есть, я научный редактор вот такой аппаратной косметологии. Там есть статья французского учёного Ла Фонтена, который у женщин после месячного курса массажа измерил активность практически всех генов. Полторы тысячи генов изменили свою экспрессию. Понятно? Одни больше, другие меньше. Понимаете? То есть вот это мы можем менять. Психологические воздействия, массаж. Вот я не уверен, что у вас у всех те же гены так же работают после тренинга. Может быть какие-то увеличились, какие-то уменьшились. Вот нам быть за следующий год, за летом, перед тренингом и после. Вот это будет реклама. Ну, все равно доброе. Кстати, генеры, ну что, вы сказали, что генеры приезжают у детей генетические какого-то небольшого. Но они больше, они ещё менее приспособлены. Ну да, я понимаю. Вы они менее больше. Вот я имею в виду, если я взрослый, я сейчас измерил свой генетический фактор, он у меня будет показывать уже изменёнными. Нет, но вам показывают какие у вас гены, вам показывают какие у вас есть книги в библиотеке, а не те, которые вы читаете. Какие у вас гены есть? У меня есть гены, но есть гены. У меня другой вопрос. Как ген прочитать, чтобы он активировался? Это экспрессия генов. Вот Ховенсон говорит, вот у него будет заседание, у нас будет заседание, но это научное заседание, вам очень интересно, будет в среду, в 4 часа, генетика и эпигенетика. Выступают основатели эпигенетики у нас в России, Ванюшин. А значит, я знаю вот его, но он всегда говорит, век 20-й был веком генетики, век 21-й будет веком эпигенетики. Это действительно открывает огромные возможности. Вот именно психологически, я уверен, вот эти массажи, физиологические воздействия вам меняют чтение тех или иных других генов. А пептиды Ховенсон предлагает, я выступал как-то в Доме кино, там тоже было генетологическое заседание, где-то месяц назад, наверное. Вот, и тоже, он говорит, пептиды идут в ДНК, садятся, сбрасывают эти белки, эти гены открывают, эти гены закрывают. Вот где основная, мне кажется, карта приложения, да, понятно? Вот. Понятно, поэтому я очень верю вот такие психологические... Пептиды – это хорошая штука. Что? Пептиды – это хорошая штука, да? Ну, пептиды – это универсальные дирижеры, это отдельный разговор. Но пептиды, их масса, это, знаете, как вот те слова, которые вам говорят психологи, вам и регулируют, да, какие-то есть такие, вы знаете, вот пептиды примерно то же самое, включают, выключают, но, по крайней мере, регуляция построена на пептидах, в этом я не сомневаюсь, и стахастический фактор. Вот это что? Если взять животных, ну, брали червей, одинаково генетически, помещали в одну чашку, одинаковая среда, а продолжительность жизни может отличаться вдвое. Не то, что они жили, жили, а вот такая судьба. На 50% это неконтролируемый фактор, они говорят, ну, мы не знаем, от чего это. Может быть, так сложилось, может быть, что-то, вот, знаете, там оборвалось, что-то сложилось, но если животные с одинаковой генетикой в одинаковой чашке живут вдвое по-разному, да, это называется стахастический фактор. Мы можем влиять на нашу продолжительность жизни с точностью до стахастического фактора. Понятно? То есть, ну, давайте дальше, да? Ну, средняя продолжительность в разных странах. Здесь, видите, у мужчин и женщин разные. У нас, конечно, вот встаем, да? Следующий слайд, да? Давайте покажем. Ну, здесь вот эта кривая, за 16 лет мы отстаем от Италии, от Швеции. Ну, это тоже была уже, да? Следующий слайд, да? Ну, это как идет возрастное развитие. Это такое, давайте посмотрим, это слайд и следующий, да? А вот следующее, вот следующее я хотел обратить внимание. Это кривая, это генеза возрастного развития. Вот как она идет? Примерно до 20 лет вы развиваетесь по узкой траектории, называется ГОМИРС. Как бы вы ни хотели, на какие бы тренинги вы ни ходили, вы не можете остаться в 7-летнем возрасте. Вас несет программа гормонов. Если вы сходите с этой кривой, вот девочки были в силу недоедания, падает вес, она его нагоняет. Понятно? Здесь не сойти, здесь все определяет траектория. Вторая, гомеостаз, когда человек входит, зрелость, все сформировалось, и начинается здесь жизнь. А дальше идет старение, гомеокласс. Ну, гомеокласс это термин, ввел Фротис, распад, корреляция между связями. А вот когда он наступает, вы можете планировать так, а можете и пойти сюда. Это все зависит от вашего образа жизни, от вас самих. Понятно, да? И вот геропротекторная медицина. Мы, собственно, можем вот на этом участке не давать вам ранее спускаться. Да, ну, вы знаете, ранее старение может быть от каких-то причин. Давайте следующий слайд, да? Короткий вопрос. Вы так скажете про влияние образ жизни, а какие-нибудь рекомендации будут давать? А мы сейчас дойдем до этого. Дойдем, да? Ну, это просто кривая такая, знаете, которая показывает, мы сами имеем. И когда-то я увидел, что разброс это у нас по зрению, там, по мутности хрусталика. Видите, достигает, может быть, очень большой. Одни моложе на минус 20 лет, другие на плюс 20 старше. То есть с возрастом растет резко разброс дисперсии между показателями. Понятно? Вот. И мы, если будем, значит, вести себя, оптимально будем находиться в малой своих сверстниках, да? Не оптимально старше. Так, следующий слайд, да? Ну, это происходит от чего она берется в дисперсиях? Видите, одни быстро входят в болезнь, другие долго держатся. А если мы рисуем среднюю кривую, у нас получается, что мы как будто все где-то в среднем стареем. Отсюда вот идет психологический стереотип, да? Старение неизбежно, понимаете? Ну, вот, если люди живут и спокойно, все до 95 и 7 говорят, да, прекрасно себя чувствуют. Понятно, да? А в среднем массово берется. Вот. Ну, хорошо. Ну, это там, может, научный вопрос. Пойдем дальше, да? Патология возраста или образа жизни. Знаете, правительство США в 70-е годы обеспокоено было таким вопросом. Столько вкладываемых в здравоохранение, а люди атеросклерозом болеют, раки, это никак, ничего не уменьшается. Они создали комиссию МакГоверна, которая занималась этим за большие деньги и на 5000 страниц написала отчет. Суть которого сводилась к тому, что если американцы хотят быть здоровыми, они должны иначе питаться. Наилучшие диеты, они признали диету эпохи ген-року в Японии. Ну, это крупы, рыба, овощи. Вот, ничего там нет, да? Особенно такого изысканного. Вот. Важно отметить, что доклад МакГоверна доказал, что так называемых возрастных болезней повинен от них не возраст, а повинен что? Вот образ жизни. И японское министерство, вдруг ранее, отказывалось от термина возрастные болезни. Такого термина нет, а есть болезни образа жизни. Понятно? Так, давайте дальше. Ну, мы говорим о геронтологии. Значит, геронтология создан Мичников. Вот. И задача геронтологии является изучение старения и старости. Целью, как сказал Мичников, сделать старость физиологически легко выносимым, а также продлить человеческую жизнь. Это вот то, что было в 1903 году. Он сам сколько прожил? 71 год. Почему? Но 20 последних лет. А для того времени? Для того времени это много. Я вам могу сказать, в Соединенных Штатах Америки до 60 лет в начале 20 века доживало 5% людей. Это вот в Соединенных Штатах. Ну, в России есть 32 была. То есть, ну, Мичников был зациклен на чем? Он где-то услышал, что те, кто пьет йогурт, они чего? Знаете эту историю, да? Не знаю, не знаю. Ну, те, кто пьет йогурт, там полезные бактерии вытесняют вредных. И он примерно лет, ну, сколько, 15-20 он питался стерильной пищей, да? Пил йогурты. А йогуртовая промышленность, кроме того, да, ну, все это откуда берется? Знаете, там сидел привратник в институте Пастера. Мичников уехал в институте Пастера, потому что он сделал прививки по овец против сибирской язвы. И когда пришла академика, значит, Гамалея, его ученику, телеграмма, тысячные стада овец погибли. Мичников сел на пароход и уехал из Одессы, значит, во Францию. Вот, почему-то, я не знаю, как-то, да? Вот, и стал работать в институте Пастера. Вот, и там он привратнику сказал, вот, знаешь, у тебя есть, я знаю, два или три сына, по-моему, да? Я им готов отдать идею делать йогурты. Значит, я вот луриат Лубевский премию, у меня имя, но только одно условие. Каждый день я должен получать литр йогурта. Так была создана йогуртовая промышленность. Вот, да. А что, если вы действительно помогаете от доказана? Знаете, я вот не хочу вникать в тему. У меня есть отдельный доклад, мне как попросили год-два, то есть, сделать прикольный доклад на антейджинговых, о бактериях. У нас последние из открытий сделаны всего два-три года назад. У каждого микрофлора индивидуальная. И я не знаю, кто мы. Мы, так сказать, люди, или мы те здания, в которых построила цивилизация бактерий. Они влияют на очень многие процессы, выделяют пептиды, которые могут менять ваше поведение и всё. И каждый имеет индивидуальную микрофлору, которая идёт через родовые пути матии. Да, у меня отдельный есть доклад такой на эту тему. Ну, давайте мы ещё говорим о геронтологии, да. Ну, вы знаете, вот я вспоминаю тоже иногда лекции, я начинаю по геронтологии студентам с того, что реальная история, которая года два назад была как-то в одном таком ресторанчике, где проходили мелонго-танцы, значит, для любителей аргентинского танго, я пришёл, ну, мы так познакомились, там поговорили, и когда я пошёл с женщиной танцевать, я услышал от другой женщины, ну, ей было лет, наверное, 45, такую фразу, господи, мной уже интересуются геронтологи. Вот, поэтому я здесь вот так проявляю сдержанность, чтобы не пугать никого, да. Геронтолог. Что? Ювенолог можно. Ювенолог. Вот видите, у меня геронтолог, поэтому... Вот, и я, значит, для всех, все пугаются геронтологии, потому что геронтология как-то для многих связана с гериатрией. Гериатрия – это изучение болезней лиц старших возрастных групп. На самом деле геронтология, конечно, занимается процессом старения. Наиболее актуальна геронтология для среднего возраста, для людей. Вот здесь возьмусь на книжку. Вот Лиля, которая после выхода этой книжки ко мне подошла и говорит, «Антоний Иванович, ну я вот здоровый человек, где мне пойти к врачу для того, чтобы узнать, как убежать проблем, которых я не хочу иметь в будущем?» Я говорю, нет такого врача для здорового человека, да, у нас. Это отдельный договор, Данила об этом скажет, да? Вот, это вот реальная история с Лидией. Вот мы сидели там. Вот поэтому надо заниматься геронтологией. А геронтология, говорю, Фройтис, занимается процессом старения, который себе все ощущают. А вы не знаете, вам психологи не говорили, кого называют старой психологией, знаете? Тот, кто старше вас на 10 лет. Поэтому уже, ну это психологи, вот говорят, старой называют, я считаю геронтологией. То, знаешь, для детей каких-нибудь там 15-летних, 25-26-летних, конечно, они уже с них, да, они глубоко старые. Да, и дальше, да? Так, вот был вопрос, реальное не успешное старение? У меня такое впечатление, что кривая, как-то, знаете, вот это расходится, одни падают. В ней успешное старение болезни, а другие приобретают новый возраст. Вот, в последнее время ученые французские-то говорили о новой подростной группе, я говорю, о новой возраст между 60 и 75 годами. Когда человек будто бы снова возвращается в состояние, схожее с подростком, отправляясь в плавание по волнам новой жизни. Многие из таких людей говорят удивительным, и вовсе не старыми, даже пожилыми себя не чувствуем. Вот, они отправляются в путешествия, действительно. Ходят в клубы танцевальные, вот как я, вот так вот живут, да? Вот, ну, действительно, нас ждет, вот, трансгуманисты об этом много говорили, сидеющий рассвет человечества, да? Что у пожилых людей все будет больше и больше, да? Ну, давайте дальше, да? Ну, вот, показано лицо, как меняется в возрасте просто женщины одной. Вот, видите, 20 лет, она 53-54 года, а вот потом она, благодаря средствам, ревитализации обретает контуры, схожие с 20-летним возрастом, да? Вот, ну, так вот, вы можете посмотреть, как меняется человек с возрастом. Дальше, да? Ну, здесь идет определение старения, вам, по-моему, уже говорил его, снижать ситуационную, давайте пропустим, да? Картинку, так. Ну, вот еще есть такой вопрос, что лежит в старении? Программа, программа самоликвидации, есть виды бамбука, агавы, лосося, у которых приезжается программа, они погибают. Или это медленный износ организма. Ну, давайте, давайте посмотрим, следующий слайд. Видите, если была программа, у нас было бы сразу вот так. Если идет постепенный износ, постепенное накопление дефектов, была бы прямая. Ну, как-то, я не знаю, мне кажется, мы ближе к прямой, да? Постепенное накопление дефектов. Дальше, да, вот, да? Дальше, чем определяется скорость старения? Ну, вот я вам скажу, как я это себе представляю. Первое, это накопление продукты параметаболитов. Что такое метаболизм? Обмен веществ. Обмен веществ у всех живых веществ регулируется ферментами. Но есть реакция, когда субстратам, веществам удается избегать ферментов и образуются продукты вне ферментативного контроля. Типичный пример дыхания. Мы должны дышать, конечно, но 2% кислорода превращается в активные формы кислорода или свободные радикалы. Нам нужен сахар для питания мозга? Да, конечно, нужен. Это просто аксиома. Но 1-тысячная молекулы глюкозы превращается в форму, которую сшивают белки и, как вы говорили, зашлаковывают организм. Образуют поперечные сшивки. То есть, понимаете, мы не можем избежать этого. Мы не можем не есть, не можем не дышать. Понятно? Вот это параметр болезни, я подхожу отдельно. Второе. Входит, конечно, ограничение жизненного ресурса. Это ограничение, значит, чего? Дина теломера, я об этом скажу, количество эластических волокон. Я в это верю, я вам это скажу. И третье. Проблема старинной скорости. Возникновение в порочном кругу патологии. Что такое порочный круг? Нога заболела, стал не ходить, сидеть. Чем больше хожу, тем больше жира откладывается, веток больше, и запускается процесс ухудшения, ухудшения состояния. Понятно? Это порочный круг. Давайте дальше посмотрим, да? Так. Ну, свободно-радикальная теория старения. Здесь уже не говорилось. Это вот Денис Хармон, на который Верхсоз я был говорить, о ней не буду, да? Все, наверное, слышали? Дальше подним, да? Там идет повреждение, значит, увеличение продукции радикалов. Радикалы, кстати, возникают из митохондрии. А митохондрии – это те бактерии, когда-то давно потерявшиеся в наших клетках. То есть, прав Мечников, который считал, что во всем виноваты бактерии. Отдадим должную его интуицию. Вот это стоит сказать, я вам прошу тебя, женщину, в качестве пропаганды. А фотостарение кожи. Ну, все знают, что у женщин старшего родственных групп спина молодая, а лицо, руки, что, к сожалению, не такие. Это, конечно, последствия фотостарения. Ультрафиолет, он как раз влияет и вызывает такие свободно-радикальные реакции. То есть, загорать вредно, да? Загорать, понимаете, недостаток, вот, просто, да? Этого света, он, конечно, тоже сказывается. Витамин D, он в основном работает как антираковый препарат, да? Но я могу сказать, что вот давайте посмотрим, кто загорает, кто нет. Женщины с севера Японии и юга. У женщин с юга Японии наличие морщин, змеи, рельефа, влажности кожи развивается на 8 лет раньше. А такие различия, как гиперпигментация, они на 16 лет. То есть, 40-летние женщины выглядят как 56-летние. Да, это вот основное. Вообще, эта мода на загар, я просто прекрасно знаю, откуда она взялась. Знаете? Ну, я могу рассказать, в дворянке, в 19 веке, чтобы не быть похожими на крестьянок, естественно, ходили все бледные, да? Но в городе Парижи работницы фабрик, прачки, работавшие в подвалах, да, тоже были бледные. А госпожа Шанель поехала на Таити и повернулась, загорела. И все стали загорать, чтобы, не дай бог, их не приняли за работниц заводов. Да, вот это загар, это в косметике хорошо прослежено. Так, ну, это митохондрия, у нас вырабатывает свободный радикал. Это уже, давайте дальше посмотрим, да? Ну, вот действительно, есть повреждение болезни Паркинсона, возникает из-за мутации митохондриальной ДНК. То есть, радикалы, конечно, действуют. Дальше давайте, значит, пройдем, дальше пропустим. Ну, вот, когда говорят о Скулачеве, о его работах, то обычно, вот сейчас как раз Мерфи, это был вот такой шафарский ученый, предложил, значит, антиоксидант, который проникает внутрь митохондрии. Вот он сделал такие препараты, сейчас Скулачев их разрабатывает. Вот, потому что идея Мерфи, которую, конечно, он взял тоже из работ российских учеников, и мы селились Скулачева. Это такие, знаете, избирательно направленные биоактивные молекулы. Давайте дальше поговорим, да? Они проникают в митохондрии. Именно там, где вырабатывают радикалы, мы ставим фильтр на радикалы. Это была идея Скулачева. Сделать это, вот он это, давайте, следующий слайд. Вот я был на его докладе, значит, он на своем 70-летии в 2005 году доклад в МКУ называл «Старение как программа атовизм, подлежащая отмене». Вот. Ну, я, конечно, не знаю, насколько на деньги он получил, насколько это реально. Давайте следующий слайд покажем. Вот, что, запомните, конечно, радикалы вызывают патологию, повреждение липидов, белков, ДНК. Но радикалы дают также сигналы активации, сигналы репликации. Это сигнальные молекулы. Когда я бываю на косметических выставках, мне говорят, «А у нас антиоксиданты, купите, продлите жизнь». Я говорю, «Да ни за что не буду». Почему? Вы не знаете? Нет. Я автор книги «Свободный радикал живых систем» 1991 года. И поэтому, сам знаю, когда люди пьют много антиоксидантов, их собственная система перестает работать. Она просто задавливается. Поэтому витамин Е, например, да, на 4%, правда, не в 4 раза, уменьшает продолжительность жизни. Да, это известно. Я говорю, я знаю это. Уменьшает? Уменьшает. Да, на 4%. Вот по метроисследованиям. И многие люди пили. Переизбыток, конечно, если есть недостаток, если вы идете в очаг, ну, какой-нибудь там радиации надо. Но вообще, в принципе, нужно создавать такую, ну, вот поселенную, это совершенно верно, создали. Значит, мы обсуждали это еще с Гаврилом очень давно. Там просто в Финляндии биологическая продолжительность жизни была меньше биологического, не отчего дающего. И это было в среде селенных почвах. Кратя граница по продолжительности жизни в Европе проходит не по политическим государствам, а по почвам. Как ни странно, по почвам. Поэтому, вот, конечно, добавьте селеном. Но в Финляндии сделали еще одну вещь. Вот мне сказали. Они сделали правительственную программу, знаете, какую? Деньги не на оборудование дорогое, медицинское. Вот что, вот там миллионы, кого-то. Вот они сделали в столовых бесплатные овощи. А вот и сколько хотите, берите, накладывайте хоть всю тарелку. И это дало в два с половиной раньше, два с половиной раз в них меньше речи сосудистых болезней. То есть я всегда, вот, как пойти социально, покупать дорогостоящие центры по спасению, да, или просто вот овощи в столовых делать бесплатными, да, детских. Привыкать, воспитывать культуру. Во Франции девочка должна съесть каждый день и воспитывать пять фруктов разного цвета. Францужники занимают после Японии второе место в мире по продолжительности жизни. Ну, дальше пойдем. Ну, вот это гликотоксины, которых вам пугают. Я всегда говорю, не так страшны радикалы, как гликотоксины из сахаров. Давайте дальше, да. Вот они как раз образуют щитки. И видно, вот нормальные тиски вместо желоночной, вот тиски после того, как их гликотоксины образуют щитки. То есть, конечно, сахара, это вот такое чистое поедание сахара, оно довольно опасно. Один из сильных факторов, который... Гликотоксины это вот так? Ну, я называю гликотоксины, ну, чтобы пугающе было, звучало. Да? Вот. Сахара. Ну, это вот, я уж не буду отвлекаться, там отдельная история. Понимаете, если сахар у вас идет медленно, как из бобовых выходит, это не страшно. Если быстрый подъем идет с сахара, там дергается инсуриновая система, и все. Это довольно опасно. Так, следующее, знаете, гликотоксины, это просто накапливается в хрусталике везде, просто с возрастом почти линейный. Так, дальше. Ну, мере это все, я просто даю дальше. Ну, вот эта рогмонизация хрусталика у людей, видите, как он все желтеет, желтеет, с возрастом накапливается. Дальше. Ну, вот есть, вот, медфармин. Говоря о медфармине, да. Ну, вы знаете, вот мы работали с препаратами карнозина, это естественный пептид, карма, мясо. Вот, даже на статье выходила в американском журнале, вот, в прошлый год, такая большая статья с Марком Бабежаевым, которая называлась «Карнозин, еврейский пенициллин». Это было связано с тем, что, действительно, когда люди часто заболевают, им дают куриный бульон. При курином бульоне как раз из мяса выходит карнозин, и он оказывает очень хорошее действие. Это, действительно, естественный пептид, который обладает естественной способностью к омоложению. Ну, здесь показывают молодые, февроволазкие, старые. После обработки карцемином, это, ну, формы карнозина, они становятся, как бы, омолаживаются. Это, действительно, это данные из Монако, полученные фирмой «Ксимол». Так что, метаморфины – это к карнозину относится? К что? Метаморфины относится к карнозину. Нет, нет. Карнозин – это естественный пептид, который есть у нас в мясе. Карма – мясо. Вот мясо кур богатым. И мы когда-то занимались карнозином, знаете, с какой целью? Мы занимались катарактой. Это вот мой бывший студент Марк Бабежаев. И вот, значит, какая идея возникла? Катаракты нет у птиц. Птицы, утки плавают на бликующей вообще воде, ультрафиолет бьет в глаза. Катаракты нет. А большая концентрация карнозина где? В хрусталике. И мы решили тогда карнозин капать собакам. У них началась катаракта, да, просветлевала. А у человека и у других животных нет. Есть фермент карнозиназа, который карнозин у нас расщепляет. И поэтому сделали такую форму карнозина, которая этому ферменту недоступна. Там изменили одну группировку. И вот препарат, который, значит, мы использовали для лечения катаракты. У нас много статей. Даже вот англичане в области рисунки. На второй здании учили катаракт. А в лечении катаракты история эминстилкарнозина. Раньше он называл прорыв российских ученых. Вот. Ну, как препарат называют эминстилкарнозин. Вообще, вот когда говорят о продлении жизни, говорят, ребят, мировой рынок поделен между двумя компаниями. Американская Life Extension и та, которая в Монако International Anti-Aging System. Вот у них там все можете найти. Какие препараты, какие это, сайты открыты. Берите, покупайте. Хотите диагностировать. Это все индустрия давно развита. Понимаете? У нас она вот в таком немножко. Нет, вот такой препарат продается в России? Нет, в России не продается. Кто хочет, покупает в этой компании и все. Называется он вот так? Ну, он называется Кэнси. Он сейчас выпущен, знаете, в Италии. Такой же в Италии официально в Евросоюзе продается. В Евросоюзе. Ну, его модификация. Дальше пойдем, а то там. Ага. Так. Вот теперь, я вам говорил уже, наш возраст. Это возраст наших артерий. Поэтому я вот очень верю в эластические волокна. Вот чем отличаются позвоночные и беспозвоночные. Ну, знаете, жуки там все, да? У позвоночных возникли эластические волокна. У них грация движений. У них экономичная работа сердца, сосудов. У них работа легких другая. Давайте посмотрим сейчас следующий слайд. Вот смотрите, как работают наши сосуды. Давайте. Систола предсердий. И идет что? Кровь идет по сосудам. Если сосуд эластичный, он расширяется, да? И потом эту энергию возвращает. Так, как это происходит на батуте. Прыгнули, подскочили. А если эластических волокон нету, то что будет? Вы прыгнули, подскока нету. И надо поднимать давление, чтобы двигать кровь. Понятно? Вот начинаются проблемы с давлением, проблемы с этим. Вот эластические волокна. А они у нас работают. Конечно, не эластичность. Это главный параметр. Давайте дальше покажем. И вот в 2002 году американцы получили линию мышей, две группы независимых. У которых выбили один белок. И у мышей перестали образовываться. Ну, нормально собираться эластические волокна. И что? У мышей кожа провисла. Они как бы морщинистые. Эмфизема легких. Сосуды извитые, как у старших возрастной группы. Но эти мыши, как ни странно, в Виваре они живут, размножаются. Но они старые с детства. Понятно? Вот. То есть нет и старения, так это еще не одно и то же. Вот. Дальше посмотрим. Вот Нищников в своей гениальной интуиции когда-то предложил сосудистую теорию старения. Но когда мне говорят, вот катаракта, проблема с глазом, я говорю, ребят, потратите деньги на массаж, на то, что кровь сама все принесет, если у вас работает. Я вот в это верю. Да? Ну, конечно, если у вас питание у меня там нормальное. Вот. И я очень верю в эластическую теорию, потому что эластический волокна у человека образуется до периода полового созревания. Это вот наши ресурсы. Дальше не очень. Ну, у близоруких их побольше. Да? Есть даже во Франции книга выходила, почему близорукие женщины привлекают мужчин. По данным французских психологов, 70% мужчин на фотографиях отдавали предпочтение. Близоруким. Ну, там пишет он, мне кажется, и рудуавтор. Он говорит, что, ну, они не видят мужчину, к нему приближаются настолько, что атакуют его феромонами. Этого нет. Конечно, мужчины к запахам совершенно слабо чувствительны, в отличие от женщин. Но близорукие, они выглядят моложе. У них больше эластина. То есть органик стоит перед ситуацией. Вырабатывать коллаген, шкуру, ну, биохимически я знаю, это или эластин. Животные, которые кусают, дерут, скажем, что им важно, шкуры. А те, кто живет на деревьях, или как голые землекопы, или как киты, они вырабатывают эластин. Больше до периода плавозозревания живут. Ну, вот приматы здесь написано. У приматов очень долгое детство. Все говорят, это они учатся, чтобы овладеть знаниями и войти во взрослую жизнь. Сами понимаете, что... Мне кажется, что приматы живут долго, и человек, потому что у него до периода плавозозревания накапливается хорошая выработка эластина. Вот эластиновых волокон. Ну, это большой разговор, тогда уже его оставим, дальше пойдем, да? Вот теперь определить деление. Есть такое понятие в геронтологии предел Хейфлика. Клетки делятся, делятся, а потом перестают делиться. И вот Хейфлик установил, что если взять старые клетки, молодые клетки, их смешать в культуре, то молодые продолжают делиться, а старые погибают. Понятно? То есть есть пределы деления. Пределы деления разные. Отсюда в следующий слайд возникла теория маргинотомии Хейфлика. Не Хейфлик, это Аловнукова Алексея. Наш Алексей Аловнуков, я здесь на пальцах покажу. Вы знаете, концепция Аловнукова? Ну, два года назад дали Нобелевскую премию Без Аловнуков. Он был номинантом. Но дали тем, кто это значит. Вот у нас ДНК. У нас ДНК линейное. Вот садится фермент, который ее копирует. Естественно, фермент копирует ее чуть короче. Давайте я сейчас нарисую. Это вот ДНК. Вот садится фермент. Он снимает копию. Копия будет чуть короче. В следующий раз еще чуть короче. Понятно, да? Вот. Но, как считает Аловнуков, на конце есть такие теломеры. Теломеры. Вот. Вот он снимает. И каждым делением у нас теломеров все меньше и меньше. Понятно? Ну, естественно, бактерии, они бессмертны, у них ДНК какая-то, кольцевая. Если бы у нас была ДНК кольцевая, этой проблемы просто не было. Да? Понятно? В кольце можно начать отсюда с химпоза. Вот. Да вы, конечно, можете спросить, как же клетки делятся от ограниченное число делений. Если у нас, скажем, к ищечнике, Игорь говорил, неправильно он говорил, то есть, меняется каждые три дня клетки к ищечника, а мы живем сколько, 50 раз, 150 дней, а мы живем гораздо дольше. Значит, и что предложил Аловнуков? В ряде клеток, а таких клеток у нас 15%, существует фермент теломераза, который сократился, а он достроил. Она сократилась, а он достроил. Понятно, да? Эти концы все время достраиваются. За открытие теломеразы два года назад была вручная Мобилевская премия западным ученым, которые нашли по седам Аловнукову, поскольку в мировой итературе Айтек, прямо за это число Аловнукова. Если взять клетку и активировать в ней теломеразу, она будет бессмертной. Это показано, доказано, и мортализация клеток сейчас совершенно реальная. Почему же это не делают? А потому что в раковых клетках то же самое. И боятся, что они переродятся в раковые. Понятно, да? Раковые клетки бессмертны. Бессмертны клетки винограда-коберная, которая 400 лет разводит. Не без гибридизации, а просто отрезая кусочки вегетативного образа. Ну, давайте дальше посмотрим, какие там слабые. Ну, это Аловнуков, то, что я сказал, да, даже осуществовать. Ну, давайте. Вот Blackberry и Gator выделили ферменты, получили за него значную высокую премию. Теломеразы. Давайте дальше посмотрим. Ну, вот здесь говорилось о факторах ускоренного старения. Вот женщина, которая курит, женщина не курит, двое близнецов, да? Видите, насколько кожа разная. Давайте следующий слайд. Вот видите, исследование теломера в лейкоцитах показало, что у курящих женщин длина теломера укорачивается на 18% быстрее с увеличением дозы курения на одну единицу. Это вот просто научные работы за, как вы видите, 2005 год. Вот. Кто больше курит, того просто идет сокращение на теломер. Вот, как говорили, на 10 лет, значит, сокращается. Это же независимо от всех, там, рака или чего-то. Теперь современные подходы к ревитализации. У меня был такой доклад. И вот здесь Игорь как раз, он проповедует техности. Ну, я вообще не хочу противоставлять эти два подхода. Эко-стиль и техно-стиль, я их назвал. Но они дополняют друг друга, да? Когда мы вставляем протез, многие носят очки, искусственные зубы, ничего страшного нет, это техно-стиль. Но хорошо бы активизировать и собственные резервы. Это эко-стиль. Дальше давайте пойдем. Ну, вот, я люблю очень фразу Александра Комфорта, геронтолога, который говорил, никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково. Вот техно-стиль верит в то, что примерно старение идет по законам старения технических устройств. Ну, а это физиологический подход. Он рассчитан на стимуляцию собственных систем репараций, образа жизни, поддержку и активации различных систем организма. Ну, здесь 74-летняя Джейм Фонда, которая запрещает использовать фотошоп при своих фотографиях. Вот, так он выглядит. Так что можно выглядеть вполне нормально. Ну, концепция техно-стиля – это какая? Тело, подаренный родительный механизм поддержания жизни, о котором нужно заботиться, как о любой утвари, что нам дольше прослужило. Мы будем знать физико-химические законы, построим супер-схемы, вот такие, да, значит. И тогда можно, в принципе, создать схемы работы, устранить неисправности. В качестве модельных организмов могут быть использованы животные, мыши, да. И вот таков путь развития герметологии. А, следующее. Вот сторонником, значит, техно-стиля является обряд игрей, которые разрабатывают стратегию достижения пренебрежима малого старения. Ну, для этого нужно исключить мутации, исключить гликотоксины, репарировать то-то, то-то, то-то. Если все это репарировать, то мы стареть не будем, да. Но он считает, что наука будет так развиваться, что мы к этому всему придем. Значит, следующий слайд. Да? Ну, вот как-то я давал интервью в одном журнале, я взял просто этого журнала о том, что предыгрей, конечно, технократический подход. Вот, и я вспоминаю шутку такого студенческого фольклора. Если мы возьмем носилки и на них положим дом, то в силу ложности посылки мы его перевернем самым тривиальным образом. Конечно, если мы все устраним, да, то, что возникает при старении, мы можем достигнуть безмертия. Но кто и как это устранит? Вот, в чем заслуга Дегрея? Он, конечно, создал большой социальный импакт. Проблема геронтологии – это его огромная значимость. Это, надо сказать, дань уважения. Вот я люблю, так сказать, Воши, который говорил, что автомобиль – это механические детства, у него нет жизни, поэтому можете заменить одну его часть на другую. Все части, все детали заменяемы. Механическому целому важны его части. Вот. Они не уникальны. Органическому живому нужна целостность. Это вот особенность. Вы знаете, вот я к чему говорю. Вот когда вы покупаете компьютер, в нем клавиатура новая, да, вам не взберет в голову, что если вам вдруг предложат пищемашинку, а к ней это. А вот мозг наш устроен именно так. Наш мозг лаговатый, ну, примерно такой же, как у рептилий. Средний мозг, ну, тоже как у рептилий. А вот кора над ними вся, это другое образование. Понятно? А те живут по тем законам, которые были у позвоночных, у рыб там. Эта рыба живет внутри нас. Понимаете? И мы начинаем командовать своим мозгом. Надо то, надо это, принимать надо лекарства или что-то еще, да? А надо, как пишут, вывести мозг на прогулку. Вот тот требует движения, он требует просто того, что требует обычной рептилий рыбы. Понятно, да? Вот. Ну, это к этому и часть. Следующий, давайте слайд какой. Ну, это, значит, ну, здесь тоже ошибка европейской культуры в том, что, значит, это будет человеческое тело машина, то есть нет инертный кусок материи, лишенный разма. То есть наше тело не обладает способностью не обучаться. Вот. Ну, есть такая, знаете, огромная психосоматическая сеть в нашем организме. Можно отдельно поговорить об этом, когда на нас влияют эмоции, гормоны выбрасываются эти пептиды, которые, ну, как бы, можно сказать, материализуют мысли, да? Это наше настроение меняет и нашу соматику, да? А соматика меняет настроение. Так, дальше. Ага, следующий сайт. Ну, вот Фролькес, наш замечательный геронтолог, который выполняет 100-летие, он уже ушел из жизни, он как раз ввел понятие, а здесь нету, витоукта. Вот витоукт увеличивает жизнь. Он считал, что есть старение, а есть витоукт. Вот такая способность организму, что противостоять старению, компенсировать его. И вот на это должно быть направлено нашу усилие. Следующий слайд. Ну, вот, например, стимуляции витоукта. Я взял из косметики фракционный флотодермолит. Я хочу сказать одну вещь. Я вам говорил про антиоксиданты. Вот я такую историю расскажу. Иногда вот стоишь в каком-нибудь молочном магазине, иногда женщина говорит, дайте мне обезжиренное молоко. Я всегда говорю, о, вы хотите пополнить. Я беру обезжиренное. Ну, как же известна работа голландских ученых, те, кто пьет обезжиренное, организм начинает жиры отовсюду тянуть. И организм, что? Полный. А те, кто пьет жирное молоко, то наоборот худеет. Я к тому, что поведение нашего организма, оно вот нелинейное, в отличие от машины. Понятно, да? Оно очень нелинейное и может давать самые разные эффекты. Вот. И вот здесь, смотрите, наносим раны фракционный флотодермолит. То есть, это нанесение ран. Но нанесение ран, это что? Это стимуляция кожи. Это естественная стимуляция кожи. И кожа значительно обновляется. Понятно? Вот. На не защищать от ран, а наоборот наносить их. Да? Ну, это там, знаете, там микрораны такие. Значит, там облучают лазером и создаются таким микро-микро, как в ладу. А скраб это тоже? Ну, скраб это пилинги. Это отдельный разговор. Понимаете, к пилингам кожи. Вы привыкаете на стрим туда их делать, да? С крабами. Ну, это отдельный разговор. Это у меня... Боже, у меня много докладок. Я просто поступаю с косметологом, с тремя. Вот. Надя вам привел пример к тому, что иногда полезно что-то испортить для того, чтобы организм свой годно-репарационный потенциал. Да? Так вся физиотерапия на этом построена. Что такое физиотерапия? И массаж. Вам что-то ломают, вас чем-то облучают. Клетки включают, там, такие белки-шопероны. Они пробуждают и начинают все ремонтировать. И человек лучше себя чувствует. Понятно? С деревьев, которые становятся крепче. Да. Ну, вот это вот примерно такое. То есть, стимуляция. Ну, ладно. Ну, это вот я очень люблю Лорена Пиккарта. Которая, значит, есть такой известный ученый в Америке. И у него интервью, и несколько статьи есть его. И он говорит вот что. Вот косметологи совета. Одни говорят пилинг, другой лифтинг, третий боттл. Это все напоминает мне притчу о пяти мудрецах, которые ощупывали слона. Слепые, значит, мудрецы там. И говорили, слон, кто кому достал сух, он как блин. Кому досталась, значит, нога, говорит, слон, он как колонна. А никто не видел целой фигуры слона. И вот Лорен Пиккард предложил, что травмы, заживление ран, которые происходят на протяжении всей жизни, они отшлифованы в эволюции. Это процесс, где все согласовано. Поэтому такие микроранения или добавка веществ, стимулирующих ран, заживление, оно дает вот такой согласованный эффект. Давайте вот следующий слайд. Слайд, можно, если порезаться, это порезаться? Ну, порезаться как? Если у вас большая рана, это зависит, во-первых, от состояния вашего. Если у вас стресс и много кортизола, рана будет заживать долго. Имеется в виду микрораны, которые делают, ну, такие, которые, понимаете, не то, что грубые. Хотя вот раньше начинали косметологи, они делали грубые раны, вот здесь наносили, и кожа обновлялась, потому что надо было строить новый коллаген, старый разрушать, понятно? Ну, вот Лорен Пикард, он нашел пептид, медь, содержащий пептид, который образуется следующим образом. Когда у нас раны повреждаются, там коллаген начинает разрушаться, да, это основной у нас белок кожи. Из него образуются молекулы маленькие, из трех, вот эти пептиды, грицил, кистидизолитин, образуется такая молекула. Она связывает медь, и она является сигналом для всех молекул, к обновлению. Одни разрушают, другие строят, да? Уложена в Пикард, есть книжка, называется, неревитализация, как она называется, обновление кожи. И он с помощью этого пептида, я был на презентации, вот когда-то встал статью, у меня есть такая большая статья об этом пептиде, из моего работы, вот, он показал, что она вызывает практически все эффекты улучшения кожи, которая противодействует старению. Я видел фотографии женщин в 80 лет, фильм, значит, вот этот пептид один из лучших. Но самое интересное, когда Лорену Пикарта спросили в интервью, я читал его, там многие проблемы и атеросклерозы завязаны на этот месяц, почему вы не применяете его для медицины? Он сказал, ребят, да у меня жизни не хватит, надо пройти столько юридических норм. Вот в косметике другое дело, там все женщины хотят омолодиться, и они, несмотря на все юридические нормы, берут пептид, применяют фирмы, продают там легче. А в медицине, нет, я просто, у меня жизни не хватит. А так пептид прекрасно действует, и он продает, значит. В России продается? В России, да, фитоджем, фирма есть его, ну, они мне даже подарили, я хотел деньги дать, но это фирма фитоджем. Вообще, вы видите, сейчас в месяц лежащий пептид входит во многие косметические продукты. Фитоджем? Ну, фитоджем первый, кто начал его применять у нас, они с ним договорят. Так, я хочу сказать только что, вот, что для эко-стиля характерно использованы методов отшлифованных эволюций, упражнений, диеты, изменения образа жизни. То, что вот новые лекарства сейчас нам, да, вот, потому что впоследствии могут лекарства быть дальше. Вот как сейчас статины? Статины, холестерин уменьшают, а через 20 лет оказалось, что вообще там столько проблем возникает, что это многомиллиардная индустрия лопает здесь. Смотрел, а что ты по статистике? Да, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а общее, то же самое, то есть переводим из одного в другое, вот. Ну, вот эффективным способом, вот говорили «белище колесо», я выступал очень сторонник такого вот, вот, мы шампоставили «белище колесо», вот ничего более, а число новых нейронов гиппокампии удвоилось после месяца, не 19 месяцев, а они, мы же месяц бегали, а было им уже на исходе 16 лет. Вот вам движение. И теория Гейджа, такой один из сторонников пластичности мозга, заключается в том, что в естественной обстановке долговременное быстрое передвижение приводит животных в новую незнакомую среду, заставляя их все время учиться создавать новые карты мозга. А если бы в нашей жизни просто отставили столько комнаты, и это был бы весь наш опыт, то и нейрогенезис нам бы не понадобится, пластичность мозга просто не нужна. Вот. И я вот сторонник теории, у нас есть такой, значит, Алик Халявкин, да, который вот концепция старения неадекватное взаимодействие со средой, причины старения не оптимальные функционерные организмы в среде. Вот за что мы должны, так сказать, бороться. Ну, а вот в облике Гея он придерживается старения, как у видания клеток. Наверное, оба правы, но вот эта оптимизация функционерной среды, мне она как-то ближе. Следующий слайд. Вот я хотел бы сказать, что, знаете, вот мы ищем не там, где потеряли, а там, где светло, как в одном анекдоте. Вот знаете, мы, когда мы шли выращиваем в этих, да, в гиваре, это поэтому не те мыши, которые живут и бегают, понимаете? Для этих мышей можно ищить продлятую. А для естественной среды, понятно, да, что это разные ситуации. Или вот клетки. Клетки я люблю показывать. Вот в культуре они расплазаны. Но если их поместить в матри, в свою среду, они сразу приобретают формы клетокарактерной ткани. Я боюсь, что предел хейфлика, это примерно так, как, знаете, срезанные цветы, сколько они проживут, да? А не та жизнь, естественно, в таких условиях. Ага, ну, следующий слайд. Вот, теперь, я даже не знаю, может, долго, потому что у меня еще есть слайд, ну что, еще нормально, да? Или можно говорить, нет? Вот давайте скажем, что понимать под успешным старением? Вот что обеспечить логовицы? Всех это интересует? Да, вот, успешный образ жизни. Конечно, американцы это давно сделали. И сделали 4030 людей в возрасте от 70 до 79 лет. По программе «Благополучное старение». Вот, этим занимались и показали три главных фактора. Первое. Низкий риск развития болезни или проблем со здоровьем. Это называется опережающая профилактика. На Кубе, несмотря на низкий долг и доход, живут даже чуть больше, чем в Америке. Профилактика на Кубе поставлена супер. Если мы вкладывали деньги в профилактику, у нас профилактику никто не вкладывает. Потому что, ну, я приводил пример, один Данил его запомнил, действительно, я помню, как вы говорили, я говорил с педиатром. Мы там работали с кожей у детей с диабетом. Говорю, вот, можно детей выявлять раньше. Мне педиатр, главный один из наших, так сказать, по этой проблеме, говорит, Анатолий Иванович, что вы говорите, диагноз диабета ставится, когда 80% клеток погибли, инсулин не вырабатывается, да мы имеем юридические права поставить диагноз и начать лечение. А до этого-то чего? Непонятно, что у него еще будет, не будет. И вот так во всем, понимаете, когда я говорю, давайте мы займемся проблемами зрения у 40-50-летней, чтобы не было катаракта. Да нет, ну что, будет катаракта, тогда вырежем. Будет инсульт, тогда введем в центр, обеспечим хорошие реанимационные предприятия. Вам нет, тогда похоронен. Вот, понимаете, вот этот вот подход медицины какой-то, а ранее действий у вас нет. Врач связан с очень сильными юридическими нормами. Второе, конечно, поддержание высокой интеллектуальной и физической активности. Это вообще считается одним из главных. Вот. Я даже смотрел, как кто живет дольше всех, там оказалось, что живут дольше всех сочинители псалмов. Такая вот, каких-то там, значит, тоже очень способствует. Дирижеры живут очень долго почему-то. Ну, вообще, конечно, когда он создавал кинокологическое общество, я помню, у меня большое впечатление. Мы приехали в Петербург, и был первый доклад. Исследователь Петербург, кто курит, кто не курит, кто пьет, кто не пьет. А дольше всех живут те, у кого выше уровень образования. Это вот самый сильный геропротектор. То есть, если постоянно учиться, то вы будете жить дольше. И активная вовлеченность в жизнь. Активное сцепление социумом. Ну, если вы живете в одиночестве, то с природой от щельчика, да? Вот, давайте посмотрим дальше, да, что у нас. Факторы, влияющие на общую картину. Я говорю про старение лица. Кого это интересует, можете посмотреть. Ускоряющие старение, например, у женщин, у мужчин, вот. У кого более четырех детей, отсутствие детей, например. А у кого детей один-три, наоборот, способствует хорошему цвету лица. Так что здесь и факторы есть. Можете их посмотреть, да? Я уже говорить не буду. Дальше начнем. А сколько у женщин получили? Что? А, МТ – это индекс массы тела. Индекс массы тела. Мы сейчас в следующий слайд остановим. Следующий слайд. Индекс масс. Давай, следующий слайд. Сейчас посмотрим. Ну, это питание. Но питание имеется в виду у греков, живущих в Австралии, гораздо лучше был вид и кожи, чем у кельтов. Потому что греки едят что? Бобовые, овощи, баранина. Я подчеркиваю, не говядина, не свинина, а баранина. Это имеет свое объяснение. Потому что у конины и у баранины жирные кислоты, они подходят человеку. У говядины, у свинины. Нет, их надо там. Это отдельно, какого чеснок, кисномолочный продукт, домашний сыр. Вот это. А кто с ней ест жареное мясо, пудинги, десерты. У всех кожи похожи. Следующий слайд. А вот хорошая была работа, замечательная. У меня там есть одна статья. Сколько старинок уже американцы сделали. На 400 женщинах они оценивали внешние признаки. Число там маршинок, того с того. И ставили некий балл. Там 24 теста было. Этот балл, вот и биологический возраст. Насколько они выглядят. А лицемологический возраст. Вы видите, что можно быть и такой, и такой. И опережать. Значит, примерно лет 15. По моим оценкам и в этой статье. Можно отличаться. Если вы будете заботиться о своей коже, лет 15 выиграйте. Но я бываю на косметических форумах. Я вижу женщин, что они, конечно, выглядят моложе. Вот. Теперь. До 40 практически старение у женщины не то. Вот. Начинается у кого-то. Потом идет до 71. А после уже тоже старение прекращает. Что 71, как говорил Игорь Артюхов, что 105 примерно. Вот. Такая очень интересная. Кривая, она вот впечатляет. Ну, следующий слайд, да? Вот. Фактор ускоряющий старение кожи. Ну, фотостарение, ультрифиолет, курение сигарет. Кстати, я подчеркиваю, сигарет. Там вот курение трубки не дают рак клюет. Вот. Это тоже разные виды. И избыточное потребление жиров и углеводов. Факторы, замедляющие старение кожи. Обеспечить организмом витамином С. Это очень важно. Аскорбин. То, что ненасыщенными жирными кислотами. Это какие? То, что есть в рыбе. Кстати, ненасыщенные жирные в сельде и семге примерно одинаковые. Можете селедку, можете семгу. Вот. Худые и неполные выглядят моложе. До сорока лет и старше. А до сорока лет и старше. Старше. А вот, да, и старше. А после, не точка, а после старше, да. А полные, у кого индекс массы тела, женщины весомых достоинств. Они выглядят старше до сорока. Но моложе после сорока. А женщины с избыточным весом, больше 30 лет, выглядят моложе после 55 лет. Ну, потому что жиры дают, что жировая ткань дает эстрогены. И климакс у женщин, у кого много жировой массы, проходит, конечно, гораздо легче. А у худых сразу происходит вот такое описание. Кожи нет жировой прослойки. Следующий слайд. Ну, вот продукты здесь показаны. Множественный регрессионный анализ, статья. Какие продукты ускоряющие, замедляющие старение кожи. Ну, я поскольку по коже, я косметологом делаю. Видите, мясо, говядина, свинина, да, ухудшает. Сахар ухудшает, молочные продукты с высоким стерлянью жира. И сколько? Ну, я даже, честно говоря, не знаю. Там опять что-то плюс, а, ну, фактор дан. Ну, не знаю, значит, наверное, как у нас, вот творожная масса и все, да? Да, да, более 15%. Что? Более 15%. Более 5%, да, ну, вот вы знаете, видите. А вот что, бомбовая рыба и растительная, ну, оливковое масло имеется в виду. Оливковое масло – это все факторы, индекс, замедление, старение. Вот такие вполне научные данные. То, что достоверно замедляет рыба, овощи, злаки. То есть, то, что было в эпохе Ген-Року, да, мы говорим, оптимальное питание, согласно вот американским данным. Да, здесь не вегетарианство, а вот. Ну, рыба, вот там спорят, что много содержит в себе токсинов из моря, да? У нас тут вопрос, вот такой проблемный. Следующий слайд у нас что у нас? Ну, это диета, замедляющая старение кожи, одна из лучших средиземноморских диет у француженок. Это рыба, овощи, вино там. Что еще? Значит, здесь есть, да? Ну, да, и следующий слайд, мы уже это не видим. Так, вот еще одна книжка, которая мне нравится, я бы сказал, поддерживаю ее. Может быть, вы видите, она называется книжка Кроули и Лоджи «Моложе с каждым годом». Причем пишет ее врач и пациент. Пациент около 80 лет. И вот идея этой книжки в том, что с биологической точки зрения не может быть никакого пенсионного возраста и возраста вообще. Есть только рост и распад. И ваш организм ждет вашего выбора. Как вы будете поступать? Молекулами, которые управляют процессами роста и распада, являются так называемые цитокины. Ну, там есть такие два инфролитина. И вот в последнее время в физиологе появилась вполне обоснованная точка зрения, что наши мышцы, скелетная мускулатура, являются крупным эндокринным органом. Они вырабатывают интерлетины. Если вы занимаетесь физической активностью, у вас возникают микротравмы, возникает противовоспалительный интерлетин 6. его концентрация возрастает в 100 раз и более после физических упражнений. И в ответ на выработку вырабатывается выработка интерлетина 10, который начинает, заставляет всех редких обновляться, перестраиваться. Понятно, да? Это естественные качели обновления. Вы подвигались, у вас начинается обновление. Следующий слайд. Как ты пришел? Моложе с каждым годом. Неужели не читали? Нет. Она действительно хорошая книжка. И там пишет пациент. Но она, правда, знаете, чем недостаток этой книжки? Она написана такая мужская для мужчин. Она женская, она еще не переведена у нас. А это вот такая... Она с мужской спецификой. С силовой упражнением. То, что женщины на паузах. Ну, это вот статья 2008 года о том, как вырабатываться. Что мышцы вырабатывают два этих вида интерлетина, которые регулируют наши процессы роста и обновления. Следующий слайд. Ну, вот, я немножко знаком с танго-культурой. Я люблю приводить. Так, значит, на телевидении как-то выступал, говорил, легендарная танцовщика аргентинского танго. Мария Ельц любит спрашивать учеников в конце занятия. Как вы думаете, сколько мне лет? Сорок, пять, сорок доносится из зала. Семьдесят торжествует она. Ну, вот, Грициэлла Канн, день своего семидесятилетия тоже. Так что, разогрев движениями? Да, движениями. Движения, конечно, дают много. Вот у меня сейчас выйдет статья. В же новеллисты тих. Такой журнал у нас косметический. Они все время заказывают. И там о движении. Статья как раз о танго. Хотя, конечно, честно говоря, я считаю, что наиболее физиологически, это, конечно, латино. Движения, вот, Сальса, Бачата, они, конечно, более физиологические. Танго там должно быть здесь неподвижно, да? Вот, они, мне кажется, более физиологичны. А чем танго? Танго – это стиль жизни. Есть такой, знаете, роман Валерия Рокота, во-первых, там Герас Москвы. Это жизнь как танго. Вот. Значит, это просто стиль жизни. Это некая философия восприятия мира, танго. А латино – это вот действительно аэробика для всего. Латино, конечно, она в какой-то мере, я бы сказал, с точки зрения физиологии, она может быть даже более физиологична. Простите, а вам сколько лет? Мне? Ну, я пенсионер по глубокой старости, мне 62 года. Вот, ну, они, да, как вот. Мне все время ждать этого. А вы не красите волосы? Нет, волосы я не крашу, абсолютно. Волосы не крашу. Нет, нет, нет. У меня… Моложе. Моложе, ну, вот видите. Нет, Бог, вот как это, видите. Ну, читаешь и книжки. Как я всегда говорю, знаете, когда говорят, я прихороняю Оловников, говорит, а, Анатолий, вы опять выглядите моложе. Меня многие люди встречают, говорят, вы в 20 лет назад, мы были студентами, вы выглядите так же, как сейчас. Я говорю, ну, что делать? Сапожник без сапог, геронтолог без старения. Это такая учительная судьба. Да? Давайте следующий слайд. Ну, вот здесь опять идет. Умучая лед с бережным колесом, после шести месяцев добровольных поддержек, активность теломиразы в сердце возросла в 1,7 раза. Представляете, в два раза, да? Вот то, что достраивает вот эти вот кончики. Курение сокращает, это достраивает. Вот, уровень белков проанкогена П-53 уменьшался в два раза. Уменьшался уровень маркеров старения клеток, повышалось их устойчивость к аптозу. То есть, вот движение, конечно, один из радикальных, я считаю, методов, да? И, конечно, вот, когда говорят, надо, давайте создавать везде какие-то, там, там, с полос, латины, с этим, да? Значит, там, вот это, вот это. Система равновесия, и почему важно, вестулярный аппарат? Она просто используется как критерий. Только вы можете простоять, наверное, на ноге. Ну, я могу рассказать... Я слышу, что это? Да. А что? Почему, если вновь можешь простоять, ты более, ну, тебя больше запасны? Я даже, вот, честно говоря, не знаю, она как удобный тест, но, вы знаете, вот, было интересное исследование французское в качестве рекламы Пауна из Деда Лори, она исследовала свои крыма, как женщина помогает, не помогает, кто использует, не помогает, разницы особой не было. Но женщины, которые ежедневно занимаются макияжем, у них гораздо лучше были тесты по вестибулярной устойчивости. Они занимаются мелкой моторикой, каждый день делают упражнения по мелкой моторике. У них построены карты мозга, на кожу это не влияет, на вестибулярной устойчивости. А, что грима существует? Грима субременную. А вот тогда, смотрите, йога в классическом реакции, она мало двигателя. Кто-кто? Йога. А, йога. Там есть правильная связь с динамикой, но там все-таки статика и так далее, мало аэробики и так далее. Правильно я понял, что западная система физической культуры, она для продления жизни более эффективна, чем вот эти восточные? Ну я не знаю, я йоги просто не знаю. Я вот так спрашивал, мне сказали следующее, что йога, она как-то, знаете, смотря для кого. Кто-то может быть, может нанести некоторый вред, кто-то будет кому-то там полезно. Вот Тайчи Дюань, такая, знаете, вот в круге. Да, я когда-то тоже был, жил в Китае там полгода, так и даже ходил. И вот здесь познакомился с группой, значит, Мир ДНХ, два раза с ними ездил на тренинги. Она более безопасна, она не навредит уж, во всяком случае, да? Но если... Господи, Шучев, ее как в ходе с пятерки по рискам, по травмам, это образовательная прекрасная психология, просто профессионально занималась фейнболом. Вот фейнбол был на 22-м месте, футбол был на 2-м месте, а йога была на 3-м, и 4-м. Да? А на первом, что снова в фейнбол? Ну, там какие-то... Я вспоминал, просто неинтересно. Татьяна, а Тайчи не входило? Нет, это... Это когда-то штыки собраны, не знали. Ну, вот эти вот... Да, вряд ли, вряд ли, там все мягко. Там все мягко. Ну, вот я о йоге слышал подобные высказывания, как Татьяна говорит, да? И вот поэтому я йоги просто не знаю, ну, вот не знаю. А было вот интересное, было ей, да, ну, я в ВКонтакте была, ну, там, на сайте, значит, танго, который рисует в виде Тайчи и Янь. Танцуют, значит, и они вырисовывают фигуры. То есть те же системы круговых движений, мне кажется, она является секретом и танго в какой-то мере, и секретом вот этих Тайчи, да? Наверное, какие тут эти системы, да? Может быть... Ну, вот это вот никто не исследует. В танго есть, у меня здесь этого нету, я вспоминаю так, где-то я писал в той статье, исследовали тестостерон в слюне, выработку, и показали, что тестостерон у мужчин увеличивается только при танцовании в паре с женщиной, а отдельно под музыку танго не увеличили. Тестостерон, а вот эти я знаю данные. То есть это сам не увеличивается, допустим, от мысли от женщины, от фантазии? Наверное, увеличивается, я не знаю. А вот и есть, что надо измерять слюну? Слюну, слюну, не тестостерон, конечно, сейчас нет. Но у них падает, увеличивается, я не знаю. Я думаю, что увеличивается, потому что проблема падения уровня тестостерона у мужчин довольно актуальна. Вы же знаете, что тестостерон король гормонов и гормон королей. Вот. И поэтому его падение, конечно, очень важно для здоровья мужчины. И вот, конечно, приходится прибегать к танго терапии. Ну, там, в близком объятии, когда танцуют мелон, да, и там вот уровень танго, уровень тестостерона. Уровень танго терапии тоже будет способствует, наверное, танцы тоже будет способствует. Танцы? Как бы лонг, она приблизительно одинаковая. Да, быстро. Ну, там, я думаю, что несколько делал танцы, а кто парнерш. Если два парня будут танцевать, то с тестостерона не обязательно. Ну, все равно, немножко уже поздно воспринимать, да, когда есть энергетика, когда парнерш или суперстар, но при этом она двигается очень живой, и главное, хотя бы, то это любой мужчина, если это мужчина еще. Да, ну, это интереснее. А правда ли, когда вы просто сказали по танго, мне говорят, что изначально танго-танго, это был танец двух мужчин. Кого танго-танго? В истории танго-танго. Ну, да, да, ну, это, нет, ну, это все говорят, потому что это известно, хорошо, потому что в Буэнос-Айрес приезжали на заработки мужчины, была там на 10 мужчин одна женщина, поэтому танго танцевали по очереди, значит, каждый прикоснулся к женщине, это был канженго. Такой стиль, когда вот у нас были исторические танго, когда танцуют, женщины еще не было в корсетах, не было, ну, не очень этих движений, вот, и такой ганжен, где просто танцуются в таком вот иногда стиле. Да, это есть, ну, танго и мужские пары есть, да, это есть танго мужские пары, женские, реже, практически не то. Вот, ну, это отдельный разговор, но, что-то я хотел сказать, да, вот уровень, мне говорили вот про танго, что интересно, одну вещь, вот, преподаватель такой, даже когда вот начинается, ну, такой, значит, танго-вечень, тоже называется мелонго, И вот, когда танцуют несколько часов, возникает некая синхронизация всего, и люди получают, вот, они уже могут танцевать какое-то второе дыхание, и третье отнюдь, ну, и встают, возникает димное такое поле, да, вот, в танго-вечень. Ну, это интересно, ну, давайте дальше, значит, мы перейдем, у нас еще чего-то, еще есть слайд, там много слайд еще, но я не знаю, может быть, ну, это, видите, это из книги Лоджи, в том, что вот, кровь и Лоджи Молоджи с каждым годом, в каждый день вы должны сообщать организму, что на дворе весна, что движение. Если вы сидите в покое, не двигаетесь, организм это воспринимает, как все, наступает холодный период, надо запасать жир, надо впадать в депрессию, лежать в норе и не двигаться. Если вы двигаетесь, то вы даете сигналы о том, что надо ходить на охоту, надо, значит, развивать иммунную систему, надо нести весну обновлению. Давайте, следующий, ну, я не знаю, можете, ну, это я говорил, биономика, такая наука, как-то, как бы об успешном старении, как экономика нашего организма, как бы жить, чтобы оставаться долго здоровым. Следующий слайд, что у нас там? Мыслить ли наше тело, это большая проблема, вот знаете, я всегда люблю, вот, настигать, голова, мыслить, все, но вы знаете, вот число нервных клеток здесь, примерно такое же, как здесь, только здесь они ратуты. Отбросаны все, да, поэтому такие телесные чувства, может быть, как хорошее питание или где-то, они дают не меньше, здесь вырабатываются пептиды, да, и мне такое впечатление, что тело так же мыслит, потому что я, например, большой сторонник, чтобы изменить психологию, у меня студент, я веду психолога, Ну, надо менять стиль движения, нужно, да, если у вас появляется другой стереотип движения, у вас меняется и психология, да, вот, но на самом деле тело мысли, знаете, как, в нем вырабатываются все время сигнальные молекулы пептидов, постоянно, от самых разных, И это не только проводная связь через нейроны, но и такой беспроводный интернет, отмен информацией путем выбрасывания тех или иных сигнальных молекул, да, вот как мыслить наши тело, ну, давайте следующий слайд. Вот я очень люблю концепты Дмитрия Чернавского, это такой академик, я был на его лекциях, он, значит, когда-то был, знаете, конкурс на лучшее объяснить, причем вопрос о строении мира, вот он выбил миллион евро, которые раздал всем участникам, ну, я знаю, как это было, мне рассказывали, там выбрали семь наиболее популярных ученых, Один из них был, я знаю, хорошо, деда океана, и он мне сказал, Толя, мы с Чернавского, давайте премию мне, а я разделю менду всеми, так он и поступил. Так вот, Чернавский предположил существование в организме ауто-диагностической системы, что у нас есть система, которая все время нас диагностирует, и представляющая распознающая нейросеть, построенную по принципам нейрокомпьютинга. Вот нейрокомпьютинга, там какой принцип? Там случайно соединяют проводки, а потом начинается обучение, какие-то связи закрепляют, какие-то нет, понятно? Поэтому, конечно, когда меня студент говорит, ну, а что надо делать, чтобы продлевать жизнь, там, или как-то, я говорю, знаете что, я вообще вот развиваю в себе, и вообще считаю, вот с детства, вот чувство, что организму надо, вот хочется этого, хочется того, надо вот это, вот как-то вот это чутье, мы все загружены, быстро на ходу, там, что-то поели или как-то, но я вот к этому прислушиваюсь, даже я считал, что медитации нужно для того, чтобы мы могли послушать свое тело, о чем оно вам говорит, понятно? Поэтому вот эта вот ауто-диагностическая система, если мы к ней подойдем, она нас будет настраивать и перестраивать. А, следующая слайд. Ну вот, есть, чернавские считают, что есть такие пластины Рёкстада в спинном мозгу, которые построены по типу этого нейрокомпьютинга. А, ну, да, это значит, следующий слайд, просто я уже не буду трогать. Нейрокомпьютеры знают работу путем обучения, а не изменения конструкции. Это очень важно. Вы можете себя перепрограммировать путем танго, путем тренинга, да, на тех же самых нейронах. Не надо менять всю конструкцию. Вот сейчас вышла книга, может быть, многие из вас ее читали, «Пластичность мозга». Ну, в предисловии написано, эта книжка, можно сравнить, американцы пишут, с высадкой человека на Луну. Настолько она показывает, что у нас мозг пластичен, перестраивается. Она пишет о работах современных американских ученых, вот буквально сделала до последних 10 лет. И там вот эта пластичность, которая, я сейчас говорю, есть. А автор кто? Автор Гейм, Гейм, а я не помню, какой-то автор. Такая фиолетная, она везде продает пластичность мозга. Там много серий. На русском, да? На русском, да, на русском. Но она пишет о всех вот работах научных, да. Там ссылки даны. Вот я покажу, веришь, и колесо вот оттуда. Это все вот, причем ссылки с 2000-ю. И там разные истории. И главная идея этой книги о том, что наш мозг пластичен. Вот нас учили карты. Здесь одна зона, здесь другая. Да, это есть, но это все перестраивается. Перестраивается до самого позднего срока, да. У людей, которые знали, что они уже скоро умрут, мерили радиоактивные метки. В них видно, что нейроны образуют новые связи, и все идет. То есть, вот это идеология. Поэтому, конечно, я студентам говорю, ребята, я, значит, учился во втором медицинском. Там у нас был медико-биологический студент. И ходил на институт медкниги. Я помню, когда я был школьником, там был отдел психологии, одна полочка. А теперь это четверть всего отдела. То есть, психология, конечно, дает очень большое. Я считаю, поэтому это тренинги, вот это вот перестраивать карту мозга, и этим перестраивать наше тело, да. Ну, следующий слайд, я уже начал. Ну, здесь идет вот как раз о, значит, структуре сверхместности в России. Почему в России основной дегенерации сердечно-сосудистые заболевания. Ну, можно следующий слайд, да, показать. Это вот мне нравится концепция профессора Кундарова, который занимался, вот он писал, и о феномене еврейских пасхи мы говорили. Я вам рассказывал здесь, значит, что было обнаружено, что верующие евреи гораздо меньше умирают перед Пасхой. То есть, есть стимул, да, психологически дожить. И вот эти стимулы он стал анализировать и увидел, что действительно смертность, целовая людей до Сталинграда была гораздо выше, чем после, когда появился оптимизм. И вот эти факторы он как раз показывает. Ну, давайте посмотрим, у него книга, демографическая кататрофа в России. Ну, он пишет, что в России пьют не так уж много, а, ну, может быть, двое меньше, чем в Германии. А вообще, самые пьющие нации считаются англичане. Вот, ну, может быть, другие напитки, можно и в Трис-Трисе, дальше, дальше так. И да, он пишет здесь, что наибольшая смертность наблюдалась вот в годы перестройки не среди стариков и детей, а среди мужского населения в возрасте 40-46 лет, да, видите? Вот у них резко растет смертность, вот в 92-й год. Это вот про мужчину. Удар был по мужчине, поэтому он связывает, конечно, это с чем? Со стрессом, да, с таким, с неустроенностью жизни, стрессами. Психологическими факторами. Ну, следующий слайд. Значит, вот здесь вот какой-то нелегкий фактор, его свойство – огромная скорость распространения, синхронность, точный захват после советского пространства, нечистительность к нему детей и стариков. И фактор поражает здоровых, работоспособных, а стриё приходится на разрослую группу, вот, среднего возраста. На женщину он действует в три раза слабее. Такой стресс. Ой, да, я это вот, вот это я, ну, я не знаю, время не даю, я это скажу с удовольствием. Вообще, понятие стресса физиологи очень не любят. Они говорят, о каком стрессе вы говорите? Есть эостресс и дистресс. Вот представьте, находится у нас стадо, там, мы, наверное, стресс, на стаде копыток, коленей, да? Вдруг появляется кто там? Лев, да? Вот это нормальный функционер. Дальше наступает фаза, она называется алард, тревогия. Фаза тревоги. Паника в состоянии ухудшается. Но дальше включается механизм стресса и идёт гиперкомпенсация. Гиперкомпенсация. Животные бегут, да? Гиперкомпенсация. Напряжение всех сил. Понятно? Если это короткая гиперкомпенсация, прыжок с парашюта, какая-то там, играние на футбол, то это называется эостресс, хороший стресс, который полезен. Но если эта гиперкомпенсация долгая, она кончается чем? Истощением. Вот это истощение называется дистресс. Понятно? Дистресс – это истощение после напряжения. Потому что стрессы, конечно, нужны. И стресс – это вкус и аромат жизни. Это то, что нужно. Даже вот Мариус Кириадин, представитель Английского генетологического общества, говорит, повелым людям нужны мягкие стрессы. Про осмотр телесериалов, которых там близнецов разлучает, потом не встречается. Про игра в домино, в карты. Такие мягкие стрессы исключительно полезны. Как правильно? Эостресс? Эостресс. Эо – настоящий. Другие. Короткий стресс. Эостресс. Короткий стресс. Ну, как вы знаете, на вечеринке, всякие игры, да? Это эостресс, который нужен всем. А дистресс – это стресс, наступающий в следствии истощения. Да? Дистресс. Вот. Факт Рикса – это, конечно, дистресс. Да? Да, следующий слайд, да? Ну, он пишет, что при прочих равных условиях улучшение духовного состояния опыта сопровождается снижением заболеваемости и смертности. Вот закон Гундерс. То есть, главное – духовное состояние жизнеустойчивости. На 78% влияется духовное состояние, на 20-30% питание материальными условиями. Я не знаю, как вы их считаете. Согласны? Ну, в моих, как бы, интересах признать эту цифру. Потому что я занимаюсь сильной темой. Ну, вот антропологи так считают, да? Дальше. Ну, дальше там. Сейчас я не знаю, когда на конец. Да, вот хороший график, он строится, да. Смертность населения России и преступность, что они коррелировали. Что смертность, что преступность. То есть, моральное состояние общество коррелирует с чем? С его, так сказать, смертностью. Так что, вот, дальше, значит, еще раз есть. Ну, а там говорит, гендеры, ловящие проявления стресса, что бурные скандалы с криками темпатуры, снижают у женщин стресс, снижают риск преждевременной смерти. Для женщин вот такие стрессы полезны. А у мужчин все наоборот. Внешнее проявление агрессивности ухудшает самочувствие, повышает вероятность различных заболеваний, увеличится риск инфаркта миокарда, риск сердечных альтмий. Вот, так что видите, какие отличия женщин у полиции. Это у тех, кто неправильно реагирует, кто не позволяет себе бить, когда хочется бить. Кричать, когда хочется кричать. Это правильно. Поведенческая реакция. Поведенческая реакция. Вот в Греции, говорят, очень мало стрессов, я читал, да? Потому что в Греции в каждом доме-кафе есть и проблема. Он спустился, сел, налил, поговорил и как-то вот все проходит. А у нас вот таких нету заведений, да? Тогда уж, например, употребление алкоголя как-то влияет или не влияет? Или там дальше чем это будет? Ну, о алкоголе я могу сказать, что значит как. В стране у нас 10% примерно людей оценится вот по генетическим пробам, имеющих нет склонности к алкоголизму. Поэтому у нас такое очень отрицательное отношение к алкоголю, да? Во всех работах, во многом, ну, практически, показано, что умеренное употребление алкоголя, оно дает наибольшее для здоровья. Ну, то есть люди, не пьющие люди, страдающие алкоголизмом, имеют наиболее худшие показатели, да? Люди, которые употребляют алкоголь в мире, но у них со здоровьем лучше состояние. Ну, если нет алкоголизма. При прочих равных, да? При прочих равных. Это показано во многом. Но я могу сказать, в Франция, например, там пьют алкоголь в очень высокие цифры, и женщины, это одно из лучших показателей по здоровью. Женщины имеют второе место после японок. Там говорят, конечно, красное вино, расфератрол, но там расфератрол есть, но не так много. Я считаю, что не в этом дело. Самое полезное, безопасное? Значит, во-первых, первое, что дает алкоголик, не бывает атеросклероза. Бывает, это, как бы, печень, цирроз печени, да. Но сосуды чистые, это вообще, так сказать, есть. Все медики это знают. Вот. Второе. Ну, нормативы, которые рекомендуют, они средние. Они такие. Для женщин 16 грамм чистого этанола в день, для мужчин 24. По схеме 5-2. 5 дней пьете, 2 пропускаете. Ну, понимаете, это все зависит от веса, от привычек. Но в среднем 16 грамм этанола, это сколько? 100 грамм сладкого вина 16%, 150 грамм. Или 16, значит, сколько? 50 грамм коньяка. А коньяк тоже очень многие врачи хвалят и вообще возносят. Поэтому я к алкоголю отношусь, у меня нет такой вот потребности. Такого он алкоголизма. Ну, так вот. Мы же видим, я не знаю, я алкоголь, так сказать. То есть 24 грамма. Ну, это средний. Это полтора бокала с хвина. Да, это для мужчин. Вот это то, что нормативно. Я как писал, а вот 20 лет назад по адресклерозу. Мы нашли эти цифры. Вот. Такое вот есть умеренное употребление алкоголя. В общем, оно не это. Ну, людей, где-то голова болит. Есть свои проблемы индивидуальные. Вообще, вот, понимаете, я бы хотел сказать еще одну вещь. Такое из важных положений. А вот, значит, был такой, значит, знаете, ученый Ланус Полин, всю аскорбиновую кислоту, да, рекомендовал. Я читал его книгу. Но меня что поразило в его книге? Люди отличаются по потребности в аскорбиновой кислоте в 10, а то и в 20 раз. Поэтому, когда рекомендуют, надо там что-то, аскорбинку, а ведь это жизненно важно. Другим это абсолютно не нужно. Ну, я знаю по себе. Вот у меня, так сказать, сестра, мы с ней ходили в школу, там, месяц старший водил меня. И у нас на губах еще в детстве развивались вот такие, значит, какие-то там, ну, доеды, в общем, проблемы. И родители посмотрели. Витамин В2, рипоплавин, нехватка. Как выпили, все прошло. То есть у нас врожденные недостаточно витамина В2. Вот у каждого из вас есть такое. Поэтому, когда мне говорят, а что надо пить, и какие БАДы, я говорю, ребят, я верю в одни доказательства в медицине. Есть такое понятие в медицине. Доказательство ex-uantibus от лечения. Выпили, помогло. Вот, помог В2, пейте его. А пили в женщине, я сколько не пил, но ничего не почувствовал. Вот, знаете, я никогда женщине не надо. А как вы знаете? А вот пробуйте, да, эти исследования я почему не люблю. Я с Данилой говорил, статистику доказательную. Студентами обожаю проводить опыт. Вот их собирается, можно с вами. Кто возбуждается от алкоголя? Из алкоголя, из кофеина, кофе. Из 26 поднимают руку. Кто засыпает от кофеина? Тоже 6. Кто кофе безразличен? Человек 6-7. Вставим этим плюс, Анин Дмитрий. Мы доказали статистически, что кофе не действует. Вот вам. Мы посчитали вместе. Мы в Италии, например, говорим, что вольтей, ну как бы в сердце. Две чашки чая и не больше, а кофе сколько хочешь. У нас, говорит, совершенно противоположное. Дома, как старые, в Берге, у меня товарищ там работают, ну как бы связано с ним. Он говорит, они пьют кофе просто этими чатами. У них стоят, они все продают, и считают, что кофе очень мощный антиоксидант. Адаптогены. Да, адаптогены хорошие. Но я хочу сказать, что для одних людей это вообще, вот они пьют и говорят, нам все прекрасно. Другие говорят, мы от этого... Научной диагностики нет, до что вы предъявите. А что значит? Научный диавитамид в зрении не позволит. Ну что, нет. Вот на вас, да, вот это, вот собственно, нужно каждому индивидуально выбирать. Как я люблю говорить, придумал, сейчас это везде пошло. Я не знаю профили вашей метаболической конфигурации. Когда вы мне сказали, эти профили, ну скажите, что у вас, да? Вот опытный врач, он работает индивидуально, он выбирает. Вам нужно это, а вам это, а вам это. А это методом научного тыка. Как иначе, да? Ну вот, жизнь и стресс, эво-стресс, кратковременное напряжение, возможно, ди-стресс, это... Следующий слайд, решение, все наикончится. Вот эта кривая я вам рисовал, да? Давайте еще читаем дальше. Стресс, источник энергии, да, он необходим нам, да? Только не длительный. Дальше, да, слайд. Стадия истощения, дальше, слайд, у россиян. Ди-стресс, болезнь цивилизации, атеросклероз, дальше, ожирение. Ну, здесь то, что вот Гундров пишет, что религии перекликаются, многие грехи, а они факторы увеличения смертности. Ну, и вот структура здравоохранительных мер зарастает из усилий по повышению экономического уровня жизни и на 80% психологического благополучия. Это главное. Наверное, все, да? Ну, вот это здесь краткое резюме, и благодарю... А там идет... А, все, наверное. Там резюме такое было, да? Ну, ладно, это... Ну, вот это вот то, что я мог, рассказал, не знаю, вот... Как вам? Все? Сейчас. Спасибо вам, да. Эмоционально насыщенная жизнь, правильное питание, наличие интересов. Вот что нужно. Спасибо.